Беспощадный российский футбол во всей красе. Очередной матч в рамках российской футбольной премьер-лиги сегодня. Ждем интересной и зажигательной борьбы. Это был Константин Генич, а вместе с ним в студии я, Георгий Чердамс. И смотрим на состав ЦСКА. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Состав Терек. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Отделся. Олег Иванов. Здорово было задумано, жаль не прошло. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Можно выходить. Ну, наконец-то. Встали, ждали. И вот оно, свершилось. Рано или поздно это должно было произойти. Наконец-то награда нашла своего героя. Вот я люблю такие мячи. Аккуратненько в угол. Я тоже очень люблю удар на технику, на исполнение. Прекрасный гол. 11-я минута оказалась. Результативный счет открыт. Родолф. Родолф. Аккуратненько прерван. Тут защита справляется в потере мяча. Сохраняет мяч футболиста. Атака остановлена. Но кто получит мяч? Вагнер. Вагнер. Лав. Атакующая комбинация ЦСКА. Думбия. Отличный прием. Так держать. Олег Иванов. Пока неплохо. Почти подошли к воротам. Но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Думбия. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Опасно. Все идут, Думбия. Не точно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. И в зону атаки мяч переходит. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым. Ну, а потом скажут. Комментатор сглазил. И они из-за этого потеряли мяч. Одился. Игорь Лебеденко. Отлично сыграно. Надо решать. Надо сравнивать. Забивай. Угловой разыгрывают футболисты Терек. Думбия. Это может быть опасная атака. Это шанс. Забивай. Думбия. Хороший момент. Но защитник на высоте. Уходит. С этой заменой у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Игорь Лебеденко. Это может быть опасно. Какой-то, знаете, между собой. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Олег Иванов. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля. И сейчас арбитр даст отмашку. И футболист появится на поле. Игрок. Это пенальти! Это, конечно, фолл. Вряд ли тут могут быть два мнения. Да, вот здесь и не успел игрок обороняющейся команды за соперником, поэтому пришлось фолить. И берет мяч вратарь. Угадал направление удара, галкипер и выручает свою команду. Ахмед Муса. Да, владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Это может быть опасно. Думбия! Ну а здесь кого винить? Только себя любимым. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничейный. Думбия. Алексей Ионов. Армейцы атакуют. Вагнер лап! Арбитр останавливает игру, мяч в руку попал. Да, он все прекрасно видит. И как пробеял. Удар мимо ворот. Соперник по-прежнему впереди. Ваграме. Алексей Ионов. ЦСКА будет сбрасывать из-за боковой. Пока неплохо. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Жарко у ворот. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мячах. Обратный пас очень быстро сыгран. Думбия. 15 минут до конца основного времени матча. И в зону атаки мяч переходит. Мяч с лицевой линией. Его ведет в игру вратарь. Адилсон. Тут может что-то получиться. Великолепный пас. Ударище просто. Очень неточный. Даже заострять внимание не хочется. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что возможно это решающий момент матча. А хотят максимально поддержать свою команду. Муса. А тут что? Гол. Гол. Еще раз гол. Они забили еще один гол, увеличив свое преимущество. Блестяще. Тотальный футбол в действии. Да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шансов сопернику. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Это может быть опасная атака. Судья видел нарушение, показывает играть дальше. Родофо. Побежал на угловой вратарь спасать команду. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Это момент. Гол. Ну и что? Главное, мяч пересек линию ворот. Это гол. Мне кажется, после такого гола тренер основательно перетряхнет всю линию обороны. И кого-то вообще отправит в другу. Не исключено. И, честно говоря, трудно объяснить такую вот расхлябанность проборота. Мотоблок 3-0. Это разгром. Все. Звучит свисток орбиты.